Детский тренер Список ваших достижений У ваших детей, ваших воспитанников Тоже набирается вот так постепенно Через запятую? Потихонечку, потихонечку Мы уже два года подряд участвуем в городских соревнованиях Достаточно успешно, на мой взгляд Сейчас готовимся к еще одним соревнованиям Это будут наши первые выездные соревнования Поэтому мы немножечко все волнуемся и переживаем И потом у нас ежегодные традиционные аттестации Аттестации С какого возраста в основном к вам приходят дети И когда для них наступают Вот эти первые состязательные турниры? Состязательные первые турниры Наступают у каждого индивидуально Кто-то готов, кто-то не готов Кто-то может быть и готов Но чисто морально не хочет, не желает И пока лучше посидеть, подождать Приходить можно в принципе с любого возраста Но не младше пяти лет Потому что вот такой пять лет Такой оптимальный возраст Чтобы немножечко начинать понимать Что от тебя вообще хотят Вот Собственно ждем всех желающих Что были за соревнования, которые прошли? Вот недавно, это от городского уровня, да? Были состязания? Да, это были соревнования городского уровня Были также команды из области Тверской Соревнования делились на два вида Некоторые дети выступали на электронной системе Зимит, это система, которая мерит Скорость и силы удара И один, нет, два Два ребенка выступали В разделе кирурги, то есть спарринг Попробовали себя в этом новом для них направлении Я считаю, достаточно хорошо Попробовали, не все с первого раза делается Вот сейчас мы тоже в процессе подготовки К другим соревнованиям тоже уже будем пытаться Настраиваться на спарринги Вот как вы считаете Популярность этого вида спорта Тэквондо, она растет? Как вот детишки приходят Есть какой-то недостаток в новых спортивных силах? Я считаю, что никакого недостатка нет Когда занималась я Родители и мое окружение Понятия не имела, что значит слово тэквондо Да, сейчас уже это на слуху Есть множество секций по городу Не мы одни Все в шаговой буквально доступности Каждый ребенок, каждый родитель выбирает своего тренера Свой вид спорта, в том числе и тэквондо И никакой недостачи в юных спортсменах не наблюдается Мальчишки или девчонки? Чей вообще? Есть прерогатива какая-то? Чей вид? Сложно сказать, потому что выступают как и мальчики, так и девочки Вообще, мне кажется, что у мальчиков и у девочек немножко разный стиль проведения поединков Даже так? Да, поэтому многие, конечно, думают, что это больше женское, потому что руками в голову бить нельзя Много чего нельзя Но мальчики тоже крайне успешно выступают Мальчиков пока что больше, чем девочек Вот, и с удовольствием ждем всех желающих Вам же приходится не только с детьми работать, но и с их родителями, да? Да Приводят на занятия родители? Не только с детьми, но и с их родителями Куча чатов разных рабочих, куча организационных моментов Но родители очень понимающие все Они понимают свою загруженность, понимают мою загруженность Поэтому никаких проблем не наблюдается, надеюсь, и не будет Как-то оцениваете, как ребенок провел занятия? Да, я решила, что в конце каждой тренировки у каждого ребенка есть дневничок Он получает оценку, получает наклеечку Бывает, даже ставлю тройки Бывает, даже очень редко, но ставлю двойки Но чаще 4-5 у всех, потому что даже если где-то в каком-то моменте ребенок не доработал Есть за что его похвалить всегда И есть за что поставить 4 или 5 На Ваш взгляд, вообще что дают эти тренировки? Для чего это надо? Вот Вы когда объясняете родителям, почему их сын или дочь должны ходить к вам? Ну, как бы, что это будет полезно? Ну, если говорить о каких-то элементах самообороны, для которых, как правило, привозят детей То о них говорить еще рано, потому что дети маленькие Прежде всего, в возрасте 5, 10, 12 лет Это очень полезно для детей в плане социализации, в плане физического развития И в плане немножечко адаптации Ребенок может попробовать себя в новых для него направлениях И у него есть дорога не только школа-дом, но еще и совершенно другая компания С других школ, с других районов, города Детейка, с которыми он может пообщаться Плюс очень много разных возможностей Те же самые участие в соревнованиях Периодически мы стараемся иногда Заниматься, возможно, где-то на открытом воздухе Взаимодействие с тренером, с другими родителями, с другими детьми Вот к вам на передачу сходили для детей Тоже очень большой новый опыт Поэтому, как правило, это вопросы Какого-то нового опыта для детей И адаптации Да, это определенный свой мир Да Свой мир И я знаю, что многие дети успевают Помимо тхакондо Заниматься еще другими видами спорта Или какими-то абсолютно другими вещами Языками, возможно, музыкой, рисованием Да, многие успевают, пока дети маленькие Как правило, у всех, у каждого ребенка Несколько направлений деятельности и творчества Когда ребенок становится немножко повзрослее Как правило, он выбирает то, что больше ему нравится Но пока занятие несколькими направлениями спорта или творчества Это абсолютно нормально, наоборот, даже лучше И в тхакондо это помогает Кто-то ходит на плавание, кто-то на гимнастику Кто-то, не знаю, на шахматы, аккордеон, балет Все что угодно Все навыки, которые ребенку прививаются в тех или иных секциях Помогают формировать его характер В том числе и спортивный дух Только на доброе здоровье, да? Где вас можно найти, каким образом и когда принимаете новых юных спортсменов? Найти нас можно очень легко Мы представляем тхакондо-клуб Тверь Найти очень легко в любых социальных сетях В интернете Сайты различные Тренируемся мы в Пролетарском районе Принимаем мы детей от 5 лет Сейчас, конечно, уже немножечко поздновато Потому что конец сезона Но это вообще... Как правило, основной набор происходит в сентябре Сентябрь самое оптимальное время, чтобы отдать ребенка вообще в любую секцию Не обязательно в тхакондо Потому что секция только формируется И нет еще четкого выстроенного тренировочного процесса Вот, поэтому Всех, кто ищет для своего ребенка секцию на следующий год Всех ждем в сентябре Спасибо большое Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Алина Сергеенко Тренер детской секции Тхакондо-клуб Тверь Спасибо большое Великолепные есть возможности у ваших детей Попробовать себя в спорте В таком великолепном виде спорта И видите, какие тренеры для наших детишек есть у нас на Верхнебожье Спасибо, Алина, за вашу работу Вам большое спасибо Всего доброго, хорошего лета Всего доброго До свидания